Они предпочитают называть себя успешными молодыми мамами, которые легко, просто и достаточно успешно применяют инструменты и возможности социальной сети Instagram. Это три молодые девушки из Казаклии – Росковья, Юлия и Валентина. Они одни из самых успешных пользователей Instagram Чедерлунского района. Каждая зарегистрировалась здесь по определенным причинам. Кто-то хотел черпать вдохновение, а кому-то было интересно следить за успешными блогерами. Но мысль о том, что в Instagram они могут продвигать свой продукт и свои услуги, посетила Юлию, Просковью и Валентину в момент, когда они были в декрете. Просковья в Instagram уже пять лет, но ее активность в этой социальной сети возросла относительно недавно. Активно именно веду и продвигаю буквально последние три месяца. До этого у меня была какая-то депрессия, можно сказать, и я не вела его так активно. Но буквально за последние три месяца я его стала активно развивать. За последние пару месяцев у меня количество подписчиков увеличилось вдвое. То есть до этого у меня было около трех тысяч, сейчас уже их шесть тысяч. Это же, конечно, все работа, потому что только конкурсами их невозможно привлечь. Нужно делать контент, чтобы люди были заинтересованы, чтобы им было интересно наблюдать за тобой, чем ты занимаешься. Теперь интересный контент Паша создает сразу на трех аккаунтах, которые перекликаются между собой и неразрывно связаны с материнством. Я как только стала мамой в течение первых двух месяцев, у меня родилась идея, тоже связанная с детками. У меня вообще какая-то была мания на детские какие-то игрушки, все, что связано с детьми. И хотелось как-то опять же облегчить мамочкам жизнь, сделать что-то такое необычное для их малышей. Я начала делать, шить мобили, делать силиконовые грязунки, то есть именные держатели, изготовленные из пищевого силикона, который является абсолютно безопасным для ребенка. Он не только как красивый аксессуар является, но и является безопасным для малышей. Постепенно мы начали увеличивать ассортимент, начали делать именные плюшевые игрушки, это мы сами вяжем. Начали вязать комбезы на выписку, то есть шапочки, пинеточки, пледы, фотопеленки для того, чтобы мама могла красиво фотографировать своего малыша на протяжении года. То есть именно вот все детское меня постоянно к нему тянет и манит. Когда малыш только рос, соответственно, ему все внимание было уделено. И на свое творчество, скажем, вот так, хендмейд, я сидела ночами до 5-6 утра, ложилась, пару часов спала и целый день с ним проводила. Вечером все то же самое и вкладывала туда всю душу, свою всю энергию и дарила эту заботу в каждом шовчике другим мамочкам. Когда получаешь обратную связь от мамочек, какие они благодарны, что малыш наблюдает за ним, у них появляется хоть немножечко времени сделать что-то по дому или себе уделить время. Это еще больше добавляет сил, энергии прибавляется и хочется еще больше и еще больше делать. Сейчас моему малышу уже 2 года, соответственно, и магазину детских аксессуаров тоже 2 года. В августе будет годовщина, но на этом, конечно, я не остановилась. Начала, как молодая мамочка, вникать в окружающий мир, в составы именно того, что окружает моего малыша. И начала заниматься эко-товарами, опять же, чтобы обезопасить малыша. Я думаю, что таких озабоченных мамашек, как я, много в Гагаузи. Поэтому они меня понимают и вот эту свою жизнь я показываю в своем личном блоге. Говорю, как можно обезопасить малыша от различной химии в доме. Как пару минуточек можно сэкономить и уделить себе благодаря тому же мобилю. То есть, именно больше моя аудитория – это в основном молодые мамочки. И я пытаюсь им дать больше полезной информации, как ухаживать за малышом и за собой. Юлия, как и Паша, в Инстаграм 5 лет. Здесь в первую очередь она искала вдохновение, так как ощущала потребность создавать что-то своими руками. Я очень рада, что я зимой 2015 года взялась за бусины и проволоку, потому что это действительно изменило мою жизнь на 180 градусов. Юлия признается, что не гналась за большим количеством подписчиков. Их со временем привлек интересный контент. Изначально их было очень мало, потом их было около 900. И в этот период я уехала в Москву на постоянное место жительства и создала новую страничку, скажем так, новый профиль. И вела его, этот запросила. Через полтора года я приехала из Москвы, и вот я уже год как живу и работаю здесь, в селе. И я начала, продолжила ввести старую страничку. Из 900 у меня полторы тысячи было, сейчас их уже три с половиной. Все благодаря нашим общим гивам, взаимной рекламе, подаркам. Гивы, рекламы, конкурсы – это все то, без чего не представить Инстаграм. И во все это необходимо вкладываться. Но больше всего, как признаются девушки, Инстаграм требует времени. Очень много времени уходит на Инстаграм, если вы создаете качественный контент, качественные фото, снятое не абы как, а очень долго и кропотливо. Видео, полезность информации, скажем так, дать всю информацию. Это каждый день, это утром и вечером. Плюс это деньги, реклама, спонсорство, то же самое. И плюс мама. И плюс мама, и плюс жена, и плюс очень много всего. Во многом благодаря социальной сети Инстаграм, хобби Юлии переросло в средства для дополнительного заработка. Теперь же это основной вид ее дохода. Она своими руками создает красивые и изящные изделия. Я нашла, где заказать бусинки, нашла, где заказать остальные материалы. И начала это делать просто ради удовольствия, скажем так. Дальше постепенно я начала это выкладывать в Инстаграм. Девочкам начало это нравиться. Пошли заказы. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Меня в это затянуло. Я начала увлекаться более серьезными вещами. Если начала с веточек и браслетиков, то дальше это были короны огромные, ободки с камнями расшитые, броши, ювелирные броши, можно сказать. И на сегодняшний день это мой заработок, полноценный абсолютно. Изначально это было действительно просто увлечение. Когда начало получаться, это все выкладывалось в Инстаграм. Я свои шаги, каждый шажочек выкладывала в Инстаграм. И вот реакция людей, она подстегнула меня, первое. Второе, мне очень нравилось проводить время за вот этим занятием. Но это все довольно стремительно развивалось. Я вкладывалась в Инстаграм, в материалы, в работу я проводила ночи напролет. И это все дало свои результаты. Достаточно быстро, наверное, год-два у меня уже были стабильные заказы из России, из Молдовы. В Инстаграм все происходит с молниеносной скоростью. Главное – захотеть и суметь уделить своему виду деятельности должное внимание и достаточное количество времени, говорит начинающий бьюти-блогер изначально. Она просто следила за известными визажистами, поставив цель – научиться делать мейкап самой себе. Со временем стало неплохо получаться. Появились первые клиенты, потом их стало больше на помощь. Конечно же, пришел Инстаграм. Начала продвигать свои услуги как визажиста через Инстаграм. Сейчас, когда у нас такое непростое время, и появился этот карантин, и отменились все мероприятия, я подумала, что я буду привозить косметику девочкам – уходовую, декоративную. А в селе у нас этим никто не занимался, и это такое новое направление для наших девочек, которые заказывали себе косметику из Кишинева и из других городов. Это очень удобно, потому что я доставляю по селу девочкам на месте. Изменив направление деятельности, изменился и подход к делу. Я сейчас делаю в Инстаграме видеообзоры на каждый продукт, и стараюсь его не только показать, что вот появился такой продукт, а сказать, для чего он, и как его использовать. И все это я тестирую обязательно на себе. И если какой-то продукт мне не нравится, я сразу его откладываю в стороночку, и даже не предлагаю своим клиентам, потому что клиент должен быть всегда доволен. И когда мне девочки пишут какие-то хвалебные отзывы, что «О, какой хороший крем, как он хорошо увлажняет», я счастлива, что я могу помочь женщинам из наших регионов, как-то помочь в этом вопросе ухода. Ежедневно молодые мамы выкраивают время для подписчиков. Они выкладывают фото, видео, всевозможные обзоры, а еще отвечают на вопросы. Люди мне пишут, что именно им интересно смотреть у меня на профиле Инстаграм. Чаще всего им интересно наблюдать именно за съемками какими-то профессиональными, за преображениями, за услугами, потому что в основной аудитории это женщины. И каждая женщина смотрит, кто как за собой ухаживает, берет какие-то полезные советы. Часто у меня бывают именно полезные советы, как дома в домашних условиях, с домашних продуктов делать какие-либо маски или уходовые процедуры. Порой они делятся чем-то личным, но тонко чувствуют ту грань, за которую подписчиков пускать нельзя. Невозможно все на показ, нельзя все на публику, не потому что есть что скрывать. Просто у каждого должно быть свое пространство, границы которого он, естественно, оберегает. Но тут, опять же, у каждого блогера свой подход и своя допустимая тонкая грань. У меня вся моя личная жизнь уходит за кадр, и я считаю, что личное должно создаться личным, хотя в селе у нас друг друга все знают, и знают все подноготные. Да, могу уставлять только там своих детей, там какие-то их достижения, там у меня сын спортсмен. Ну, на самом деле, грань между личной жизнью и публичной достаточно тонкая. Людям все больше и больше хочется узнать о тебе побольше, не стесняются задавать достаточно деликатные и очень личные вопросы. На вопросы данного характера я не всегда отвечаю. Я могу ответить на вопросы, если я могу это сказать с открытой душой и отпустить эту ситуацию. Есть личные моменты, на которых я не даю комментариев и не собираюсь. Все-таки моя личная жизнь – это моя, и это является такой обратной стороной блогерства, потому что люди хотят знать все. Есть такая грань блогеры, есть люди, которые просто что-то там продвигают, продают, делают и продают. Но хочу сказать, что без элементов блогерства ваш профиль будет неинтересным, потому что людям интересно знать, как вы выглядите, как вы разговариваете. Очень редко можно, ну вот я про себя говорю, в основном это украшения, то, чем я занимаюсь. Так же я люблю фотосессии, я фотографии с фотосессией с удовольствием показываю. В сторис могу делиться изредка какими-то моментами из жизни, что-то рассказать, что-то показать. Но... То есть нет желания делиться каждым моментом? Нет желания выкладывать каждый день лично фотографии? Нет, нет такого желания. Ну, вообще, Инстаграм – это такая красивая картинка. Не всегда за этой красивой картинкой все так идеально и гладко. Человек показывает столько, сколько он считает нужным. И вы видите только вот эту оболочку. А что там внутри, на самом деле никто не знает. Но девушки, конечно же, дорожат каждым подписчикам. Я стала продвигать не только свои услуги в сфере визажистрики, но еще и привозить разную уходовую продукцию. То, соответственно, чтобы узнали обо мне со всех уголков Гагаузии, то нужно вкладываться в разные гивы, в рекламу блогеров. Это все вложения. Ну, они окупаются, потому что у меня появились клиенты со всех уголков Гагаузии, даже больше. И я рада за доверие, что девочки доверяют мне в выборе уходовых средств. Растет количество подписчиков, растет количество просмотров, и сториз, и лайки. Соответственно, растут продажи, заказы. Приятно осознавать, что твой продукт интересен людям. То, чем ты занимаешься, то, во что вкладываешь душу. Своей деятельностью девушки несут красоту в массы. В буквальном смысле этого слова. Своими постами, фотографиями и видео, которые они выкладывают на своих страничках, они заставляют своих подписчиц взглянуть на себя иначе. И прежде всего, позволить себе чуть-чуть больше. Выходим замуж, появляются детки, появляются другие заботы, и мы про себя как-то забываем. Мы уходим, сами себя как-то ставим на последний план. Этого быть не должно, потому что, когда ты за собой ухаживаешь, смотришь в зеркало, и у себя поднимается настроение. Следовательно, хорошее настроение у мамы, хорошее настроение у всей семьи. Так как у меня трое деток, я знаю, о чем говорю. И вообще, я считаю, что девочки должны с малых лет, с подросткового возраста, и дальше начинать за собой следить, чтобы это была как привычка. Когда это как привычка, ты даже не замечаешь, как это ты все делаешь каждое утро, как чистить зубы. 5-10 минут уделяешь себе каждый день утром и вечером, и поверьте, кожа вам скажет за это спасибо. Тем более, летом нужно хорошо очищать, хорошо увлажнять, и у нас в Гагауте очень агрессивное солнце, и его нужно, нашу кожу еще и нужно очень хорошо защищать от солнца. Для своих подписчиц, девушки совместно с другими блогерами проводят конкурсы. Совсем недавно был проведен конкурс «Перезагрузка». Идейным вдохновителем стала Просковья. Она объединила вокруг себя 17 спонсоров с разным спектром услуг. Идея появилась вообще внезапно. Как обычный конкурс, каждый спонсор дарит подарок. Но после того, как я приехала сюда, в Молдову, увидела, насколько здесь людям тяжело жить, особенно молодым мамочкам, я прочувствовала их проблемы на себе. И я решила дать такой шанс вот именно одной мамочке, одной девушке, женщине, как бы именно женщине почувствовать себя женщиной. Потому что здесь очень много людей работают в огородах, на двух-трех работах. И просто у них не хватает времени на себя. Хотелось дать им такой толчок, немножко переосмыслить себя, что они несут вот в жизни, в качестве матери, чтобы они не забывали о себе. Понятно, там всегда дети на первом плане, но про себя я считаю, что не нужно никогда забывать. Если ты себя не будешь уважать, соответственно, тебя никто не будет уважать. И хотелось дать такую возможность именно одной девушке или женщине вообще переосмыслить свою жизнь в течение двух-трех дней, пройти всех специалистов. То есть там специалисты не только в области уходовой косметики, там массажа, маникюр, педикюр. Там у нас есть еще в команде спонсоров с психолог, чтобы поработать именно с человеком, с ее какими-то внутренними блоками, какими-то внутренними проблемами разобраться и дать ей раскрыться, почувствовать новый глоток в жизни, так сказать. Я рассказала девочкам, своим знакомым с Esthetic Room. Они поддержали мою идею. Также девочки с командой отелье. Все как-то разом мы решили и нашли дополнение. Допустим, у нас не было знакомых, кто занимается обувью. Но мы с всей командой очень быстро решили эту проблему. И команда спонсоров просто за два дня сформировалась. Единственное, осталось все это красиво преподнести. Мы сделали видео, смонтировали. Буквально с первого дня было колоссальное количество участников. Мы, если честно, не ожидали, что столько желающих будет. Было очень много сообщений в директ, где девочки писали, благодарили за такую прекрасную возможность. Победительницей конкурса «Перезагрузка» стала жительница села Копчак. Молодая мама, у нее мальчик. Она была безмерно рада. Она была немножко в шоке, когда мы пытались позвонить в прямом эфире. Потом уже я лично с ней созвонилась по телефону. Она бежала, радовалась. Не могла сдержать своих эмоций. Говорит, я не знаю, как теперь буду спать. Это будет перезагрузка не в течение дня. Там очень много услуг. Там понадобится 2-3 дня. Мы уже это постепенно организовываем специалистами и пригласим ее. Конечно же, снимем фото, видео, отчет об этом. И если будет возможность, то постараемся снова организовать перезагрузку. Мы на всех этапах сопровождаем нашу победительницу, начиная с уходовых процедур и до преображения, до уже макияжа, до финишного этапа, так скажем. И на финишном этапе будет у нее фотосессия. То есть, чтобы все вот эти эмоции, вот это преображение, она смогла запечатлеть и потом вспоминать, смотреть на эти кадры и радоваться. Ради этих моментов Юлия, Валентина и Прасковья готовы еще больше усилий и средств вкладывать в развитие своих аккаунтов Инстаграм. Для них работа, а она обязательно должна быть в удовольствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова